здравствуйте всем доброе утро это корона я вот снова в москве и потихонечку начну выполнять запасы своих видео на youtube показываем тут разные инструменты вот и в этом видео я вам покажу то что вы еще вряд ли когда-либо видели сталкиваясь с дудуками вот вот такой вот инструмент прям не просто инструмент существо существо живое существо как любой инструмент который сделан вручную мастер вложил в него что-то такое незаметное что глазу не видно но уху слышно и руками это можно ощутить что такое от себя вот в данном случае инструмент этот сделан мастером артуром григорянам обычно это абрикосовое дерево в идеале дерево абрикосовое должно быть дикое но вот такой вот материал материал необычен потому что он приехал из африки вы знаете есть инструменты есть такие породы деревьев из которых делают такие вот вещи как кларнет например то есть то есть там идет дерево но это дерево она ощущается абсолютно иначе то есть она только на ощупь дерево она весит скорее как слиток золота что-то такое да по ощущению что такое очень 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 тяжелое раза в полтора тяжелее чем такого же размера дудук в данном случае это себе моль такого размера дудук сделанной из абрикоса вот к примеру у меня есть абрикосовый дудук артура это не одинаковые оба себе моль такие инструменты но вот вот этот вот уж куда уж тяжелый у меня инструмент да прям реально тяжеловатый но если взять сравнить его вот с этим то такое чувство что здесь два таких инструмента вот все очень тяжелое и от него совершенно другое внутреннее ощущение чем я испытываю когда играют на дудуках из абрикоса то есть это у меня инструмент пока несколько дней вот попал мне так в руки благодаря щедрости артура первое что мне пришло в голову когда вот я взял его в руки что этот инструмент аск арки строй найти у оркестровых инструментов них какая-то своя такая энергия есть и их если в оркестр вдруг вписывается инструмент этнический да то сразу возникает разница вот энергетическая такая разница когда вот или там играть на кларнете на габуэ на трубе этом на трамболе на чем-то такому до металлическом на чем-то тяжелым таком на чем-то очень очень четко на котором можно сыграть всего перед людьми стоит партитура вот они в нее смотрят по ней играют и все у них четко ошибок никаких нету вот у меня такое ощущение возникло вот от этого от этого дудука что это инструмент для выступлений говоря про оркестровость этого инструмента очень легко представить на нем кучу сверкающих клапанов моего он смотрелся бы с ними гармонично то есть иногда на друге из абрикоса как-то кому-то не нравится там наличие клапанов таких вот современных штучек но на этом смотрелся очень очень адекватно и гармонично клапан здесь пару клапанов здесь и вся не сверкают золотистым это было бы и какой-то наверное такой вот кейс в котором его переносит вот такой причем этот инструмент для во первых для профи во вторых он для выступлений в третьих он как бы мне представляется какая-то белая рубашка с бабочкой наверное когда держу его в руках вот такие вот приходят ассоциации какая-то четкость стабильность четкость стабильность ожидаемый результат и и вот выступление на публике потому что этот инструмент явно играть помогает то есть он если если в принципе сам сам дудук он такой очень натуральный знаете очень такой природный в чем-то нестабильный в чем-то несовершенный то когда в берешь берешь дудук сделаны вот из такого дерева такое чувство что эти какие-то вещи они так нивелируются ему придается большая официальность большая статусность и я вот когда его беру у меня такое ощущение что я вот стою перед кем-то играю знаете вот так вот на нем так так интересно то есть он от некоторых других инструментов у меня такое более интимное знаете ощущение что я сижу на нем играю сам для себя поигрываю вот там вот какое-то такое настроение пастушья да то из которого дудук в общем появился на такое пастушье настроение какая-то скудность пейзажа и но это не просто пастух какой-то глупый который просто я спасет а такой пастух созерцательный глубокий пастух вот такой вот это не нет инструментов из абрикоса здесь вот совсем другое здесь вот явно какая-то публичность в этом есть какая-то официальность а вот такие интересные чувства возникают у меня я держу инструмент из бенового дерева и беновое дерево одно из африканских деревьев тяжелые вот по тяжести наверное как кока бола она более более темная чем кока бола которая такой коричневая красивая это такое более 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 черная здесь в этом свете не очень хорошо видно но потом я другое видео поставлю там будет видно его расцветка лучше что она перемежается с красивыми коричневыми оттенками полосами очень красивый выглядит ничем не обработан никакой известью просто его натуральный цвет такой вот по английски на называется ибо неуд вот видите вот такой вот дудук строящий бемоль и это его натуральная расцветка то есть артур мне его просто подарил поставлены просто перефакт но мне второй инструмент уже дарит за 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 два года вот я я так папа по своей скромности сначала так потом все равно беру на 2 когда в армении дают надо обязательно брать иначе обидится я знаю что то же качество то за собой не 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 давать да пусть лучше другим мне не надо там себе такая скромность излишняя она тоже знаете в этом есть какая-то какая-то засада в этом есть я чувствую в этом что такое поэтому работаю тоже над этим на то чтобы принимать просто подарки и особенно когда они дарятся от чистого сердца что вот так теперь у меня есть вот такой необычный экземпляр работать над и над изготовлением такого инструмента трудно то есть знаете что стоимость его получается значительно дороже чем чем из абрикоса во первых потому что сама дерево привозное вот она по цене дороже в армении она конечно не растет и работать с ним просто вот физически работать с ним труднее нужно нужно больше как бы я даже не знаю как сказать в общем нужен очень большой опыт для того чтобы иметь дело вот с таким материалом и без ошибок его завершить такую вот работу потому что дерево плотно и и еще один момент то что пыль от него не полезно для здоровья поэтому когда мастер работает да над ним то есть он надевает какой-то что-то типа респиратора ну или просто маску и марлевую маску из аптеки для того чтобы пыль просто не попадала организатор поэтому все эти факторы они конечно же поднимают цены инструмента довольно существенно поэтому я и говорю что он вряд ли может быть инструментом для новичка или там для того кто только начал собирать коллекцию это будет первый там у него там какой то есть он явно уже после того как у вас уже появился опыт игры на абрикосе и вы уже знаете о чем о чем это все и такие необычные дуги бывают только как я до этого видел реально у играющих музыкантов которые уже очень очень много лет играют у меня эти у них там и абрикос есть и как об олове и беновое дерево и даже тигран алексанян присылал фотку а потом я увидел его в реальности дуга из кокосовой пальмы дерево кокосовой пальмы очень очень красивый внешне ну звук там абрикос конечно уступает то есть вот такие то вариации например у мастера сивада я видел единственный раз я видел дудук из оливкового дерева то есть как как-то меня спросили там из каких деревьев то может быть может быть из каких пород деревьев может быть сделан дудук да можно пробовать из чего угодно сделать просто звучать то будет по-разному знаете не зря тут его делают из абрикоса не только потому что в армении его много да это один из факторов это это хорошее плотное дерево и в армении его много естественно из чего еще делать из того что растет дома и хорошего качества но я знаю были попытки сделать инструменты айк мне говорил голостян что в качестве эксперимента пробовал там на другие породы деревьев там вишню грушу посмотреть что получается но тембра получается не тут лишь корчагин тоже я слышал делал или может быть даже делает все еще там из вишни или из чего-то так скажем инструмент для начинающего но я в этом большого смысла не вижу там экономии там 20 30 там 40 долларов лучше конечно сразу покупать абрикос на мой взгляд и на тембре не экономить вообще ребят не экономьте на на инструменте то есть берите тот инструмент на который у вас может быть даже немножко не хватает еще то есть не берите инструмент по стоимости ниже чем вы можете заплатить за хорошую потому что хорошему инструменту вы еще потом сто лет будете благодарны а с плохим скорее всего ну или каким-то недостаточным или просто инструментом который вы уже переросли вы распрощаетесь довольно быстро поэтому берите берите на будущее так чтобы раскрыть свой потенциал дорасти до этого инструмента почувствовать его качество и остаться довольным надолго я сам такой человек который даже за хорошие инструменты особо не держусь то есть люблю их так менять это мне дает и в этом есть образовательная ценность для меня для того чтобы я вот мог снимать для вас такие вот видео рассказывая что как бывает мне это не самому интересно становится я уже сам попал в эту петлю что хочется рассказывать и рассказывать больше но для того чтобы рассказывать больше нужен материал на котором я буду основываться и для этого мне тоже приходится иногда инструменты заменять что-то покупать что я скажем использую не часто в том числе но сколько мы инструментов используем когда вот в основном играем на 1 2 там да вот остальные они лежат до своего времени да там может быть вы с кем-то захотите там на инструменте си поиграть или на инструменте там до но в основном убираю я вот например ля си бемоль вот соль иногда вот так но в этот раз решил что соберу соберу коллекцию начну собирать и до какой-то до какого-то момента и доведу а дальше уже посмотрим посмотрим что нам покажут три три инструмента не все из них тут мои все они сделаны просто одним и тем же мастером артуром по серединке беновое дерево по бокам абрикосы посмотрим что они покажут по звуку все инструменты очень разные а а а а а а СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это было ибеновое дерево. Сразу могу сказать, какое у меня ощущение. Ощущение такое, что как будто бы пуля проходит по стволу ружья. Знаете, мне даже приходится себя чуть-чуть притормаживать. То есть в абрикосе я обычно как-то посильнее дую, более как-то напористо. Потому что звук в абрикосе не такой стабильный. Но здесь звук очень-очень стабильный. То есть он ни влево, ни вправо, никуда его не шатает. Он так вот проходит насквозь очень легко. Дуть чрезвычайно легко в этот инструмент. То есть он очень-очень открытый. Очень открытый. Вот второй момент. Второй момент полутона. Они такое ощущение, что как будто там просто клапан стоит, а не я делаю половинку пальца, половинку отверстия. Очень-очень легко брать полутона. Ну, знаете, как будто палец прилипает к этому полутону и не идет ни влево, ни вправо. Все-таки он менее стабилен на абрикосе. Когда вы держите палец на дудуке из абрикоса и играете полутон, звук получается менее стабильный. Его немножко шатает. То есть нужно действительно быть очень осознанным в извлечении звука на полутонах. Но здесь можно вообще, по-моему, расслабиться. Очень легко, очень легко играть полутона. Вообще капец, капец вообще. Даже я не знал, что свойства дерева могут так сильно влиять на эти вещи. Открытый звук, яркий звук. Так что даже приходится себя чуть-чуть удерживать, чтобы он не стал слишком яркий. Так что вот не зря мне такое пришло ощущение, что это как будто бы инструмент для игры на публике. Позьмем абрикос. Да, полутона здесь, они более тихие здесь на абрикосе. И звук, я бы сказал, он такой более теплый звук на этом инструменте. На том, он получается именно таким оркестром, как будто бы при звук металла в этом есть. Я его не слышу при звук металла, но по ощущению так, что это что-то очень такое, значит... Так, берем второй абрикосовый звук. Да, на абрикосовом инструменте полутона, они такие более шипящие получаются и негромкие. То есть нужно существенно больше дуть воздух на абрикосовом инструменте, чтобы извлечь полутон по яркости звука такой же приблизительно, хотя бы как открытая нота. На абеновом дереве можно, в принципе, расслабиться на этот счет вообще. Тут я существенно больше даю воздуха, для того, чтобы полутон сделать ярким. Второй, первый абрикос. Вот этот мой, игровой обычный. Да, он такой более, у него получается, пустынный звук. Ощущение внутри абсолютно другое. Как будто вот этот темный, он как будто структурирует тебя. То есть у тебя там, ты там туда-сюда, не знаешь, куда пойти налево-направо, он тебе говорит сюда. И ты такой, окей. И пошел. Такое ощущение. В дерево. МThose время делаю. МОМНИН МОММЕНТИЕ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот такой еще момент заметил Вот такое демпирование Очень звучное получается Звучное вот это эбеновое дерево Очень звучное Слушайте Прямо вот слышно как даже без микрофона Как пальцы Прикасаются к отверстиям Знаете обычно микрофона только слышно На нем нужно быть наоборот более осторожным Чтобы не сделать больше чем нужно Вот на этом Потому что Все очень-очень-очень хорошо слышно Как будто он подзвучивается изнутри Как будто он микрофоном подзвучивается уже Да, очень звучный инструмент Ну необычный очень То есть В дудуке Из абрикоса все время Стараешься наоборот Насытить Да, своим вот Своей игрой Чтобы вот Завоевать звук оттуда А здесь он наоборот Он уже здесь Тебе остается только с этим что-то сделать И не направить его туда, куда не нужно Вот так Надеюсь, вам был интересен этот урок И до новых встреч Пока